На днях в столичном экспоцентре завершилась 31-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2019». Ее постоянным участником много лет является щелковское предприятие «Еврокабель-1». На фирменном стенде клиентов встречает технический директор Вадим Овсянников. Рассказывает о преимуществах продукции завода, консультирует, проводит переговоры по закупке и применению новых материалов и оборудования. Оптическое волокно в последние десятилетия прочно вошло в нашу жизнь. Оптика применяется во всех отраслях связи, от бытовых компьютеров и телевизоров до космических систем. По оптическим линиям с огромной скоростью передаются колоссальные объемы информации. И можно без преувеличения сказать, Вадим Овсянников знает об этом все. Из нашей команды, я думаю, что он самый заслуженный. Из всех, даже если брать нас всех директоров, нет. Он как технический человек, он самый грамотный. Не вижу людей, которые, ну, наверное, столько работали в этом направлении. Здравствуйте. Что, как тут? Саша, как это у вас? Нормально? Все по плану. По плану? Все понятно. Рабочий день технического директора начинается на производстве. Обход всех линий, короткие беседы с технологами, операторами, механиками. Вадим Олегович отвечает за работу всех технических служб завода, а также испытательной лаборатории. Я разрабатываю конструкции кабеля, непосредственно расчеты все делаю, заказываю, если материалы, если надо, если каких-то материалов нет. Потом сейчас много предложений перспективных материалов, потому что все технологии меняются, материалы меняются. В его круг обязанностей входит работа с клиентами, поставщиками, потребителями, консультации с отделом сбыта. Поэтому рабочий кабинет технического директора тоже не пустует. Удивительно, но до сих пор на оптическую кабельную продукцию нет единых стандартов – ГОСТов. Поэтому кабель одной и той же конструкции у разных производителей называется по-разному. Вадим знает не только свою продукцию, но и аналоги конкурентов. В сравнении объясняет преимущества щелковской оптики. Все честно, мы стараемся предложить лучшие варианты. Коллектив завода Еврокабель – 120 человек, и он уникален. Сам завод был построен в Щелкове 16 лет назад, а работают многие – больше 25. Вадим Овсянников в их числе. В начале 90-х его студенты Московского энергетического института отправили на практику на завод «Электропровод», который как раз начинал осваивать оптические линии связи. У нас в институте тоже была эта тематика, оптическое волоконное только появилось. Ну и, соответственно, в заводу нужны были специалисты. На то время именно по волоконной оптике нас так пригласили туда. Начальником цеха на заводе работал Эдуард Ким. После института Вадим пришел туда уже на постоянную работу, а когда Ким организовал свое предприятие, так и остался в его команде, пройдя путь от технолога до технического директора. Все знают, кто такой Вадим Олегович. То есть это человек, как бы, ну, по правой руках, скажем так, генеральный директор. У нас команда человек 15, которые вот так работают со стажем 25 выше лет. Это команда, это основа наша. Вот он один из них, основа. Эдуард Ким уверяет, что на других заводах такого специалиста нет. У Овсянникова не только богатые теоретические знания. Он досконально, что называется, руками знает работу всех производственных линий. Профессионал своего дела, знает, как все линии оборудования, что у нас находятся на заводе, так и конструкции кабеля. Это начинаем от окраски волокна и кончая уже ошланговкой линии. А часто его совет требуется? Да, потому что, как бы, должность технического директора, она, ну, в общем, как бы, весь завод охватывает. Это, в первую очередь, связано, что, ну, чтобы оборудование всегда было в работе. То есть, получается, на заводе «Еврокабель» Вадим Овсянников отвечает за то, чтобы все работало. Окрашивалось, скручивалось, бронировалось, гидрофобилось, покрывалось оболочкой, наматывалось на катушке, маркировалось. Плюс на нем уже упомянутые разработки новых типов кабелей, модернизации линий. Не страшит такая ответственность? Привык, скажем так. Потому что достаточно давно тут в такой ответственности находишься. Поэтому, ну, можно сказать, просто привык. Некоторые боятся этого, я как бы не боюсь этого. Наряду с выпуском классических типов оптоволоконного кабеля для прокладки в грунт, в кабельную канализацию, подвески на опоры, завод развивает перспективное направление. Наращивает объемы выпуска внутриобъектовых абонентских кабелей для технологии «Волокно в дом». На волокно уже все переходят, ну, потому что скорости интернета растут, чтобы было качественное изображение, там, телевизионное. Интернет был очень хорош, нужно, соответственно, скорость. То есть по меди это уже добиться тяжело. Сегодня все новостройки должны быть обеспечены широкополосным доступом. Одного модуля из нескольких волокон, буквально ниточек, хватает, чтобы пустить в квартиру сразу несколько сигналов связи. Это кабели непосредственно для стояка, для многоквартирной проводки, то есть тут один микромодуль, несколько волокон. То есть на этаж заходит вот так вот, а вот это хозяйство такое вот. И уже конкретно одно волокно, каждое волокно идет уже на квартиру. По одному такому идет и интернет, и телефон, и телевизор, и все. По одному вот по такому. Сигнализации все это вот. И видеонаблюдение можно в квартире поставить в доме. Все будет по одной штуке вот по такой идти. И одной вот этой ниточки хватит. Хватит. Да. Вот такие сейчас вот технологии на сегодняшний день. О технологиях технический директор завода «Еврокабель» может говорить долго. А вот о себе наоборот. К работе, мол, это не относится. Знаем только, что живет в Москве и на работу в Щелково ездит на корпоративном автобусе вместе с другими сторожилами завода. В заключении вновь вернемся к выставке в экспоцентре. Еще пару лет назад количество участвующих в ней производителей оптического кабеля достигало 20. Сегодня осталось 5. Многие брались, да не справились. Щелковский завод «Еврокабель» никогда не выпадал из стройки лидеров отрасли. Из числа сильнейших, обладающих опытом, навыками и, конечно, бесценным кадровым потенциалом. Ирина Микеда, Станислав Беляев, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Станислав Беляев, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».